Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на открытии очередной торговой недели, которая обещает стать одной из самых интересных и волатильных в первой половине 2016 года. В первую очередь это связано с грядущим референдумом Великобритании, на котором будет принято решение по вопросу сохранения членства страны в составе Евросоюза. До недавнего времени общественные опросы показывали готовность большинства британцев проголосовать за выход из ЕС, в то время как аналитики и инвесторы были уверены в сохранении Великобритании в составе Европейского Союза. Однако после трагической смерти в четверг депутата британского парламента Джо Кокс, выступавший против выхода страны из ЕС, последний опрос общественного мнения отразил незначительный перевес желающих остаться. После убийства депутата агитационные мероприятия были приостановлены, но вчера процесс возобновился. В результате рынок отреагировал резким ростом котировок основных валют против доллара на открытии сегодняшних торгов, а ценовые гэпы составляли от 40 до 100 пунктов по сравнению с пятничным закрытием. Пара евро-доллар начала дорожать еще с предыдущей сессии, стартовав с уровня 1.12.22 евро-доллар торговался в Апфлете практически в течение всех торгов и к концу дня укрепился до отметки 1.12.77. Помимо событий в Великобритании давление на американскую валюту оказывали результаты заседания ФРС, на котором чиновники приняли решение оставить процентную ставку на уровне 0.5%, а также обозначили невозможность повышения при нынешнем замедлении роста. В пятницу глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард сообщил, что при текущей тенденции экономических показателях безработицы и инфляции в том числе, оптимальным выглядит вариант с одним повышением ставки в ближайшие 2.5 года. Буллард прогнозирует сохранение уровня безработицы на отметке 4.7%, уровня роста экономики на 2% и усиление инфляции до целевого уровня за 2.5 года до 2%. На старте сегодняшних торгов наблюдали гэп в 52 пункта и цену открытия 1.13.29, сейчас пара торгуется в районе отметки 1.13.55 и, несмотря на отсутствие публикации важной статистики, сегодня рассчитываем на тестирование сопротивления 1.14.10 в течение дня. Британский фунт оказался гораздо волатильнее своего европейского соседа, подорожав с пятницы на 388 пунктов. Учитывая фундаментальные обстоятельства, сегодняшний скачок фунта на открытие не является сигналом к стопроцентному продолжению роста британской валюты, а лишь указывает на то, что низкая рыночная ликвидность будет сопровождать пару в течение всей недели, вплоть до референдума. А растущая волатильность привлечет все больше спекулянтов на рынок. Ранее в четверг Банк Англии сохранил процентную ставку на уровне 0.5%, а уже в пятницу фунт укрепился против доллара на 162 пункта, отыграв потери предыдущих четырех дней. Таким образом, пара завершила предыдущую неделю на отметке 1.4361, актуальный курс 1.4587, и на сегодня мы не исключаем продолжение роста до уровня сопротивления 1.4630 и последующей нисходящей коррекции в сторону 1.45. Пара USDCAD на протяжении шести сессий радовала быков, однако смягчение тонов РС США по монетарной политике на прошлой неделе вызвало распродажу пары USDCAD в четверг с максимумом 1.3084, продолжавшуюся в пятницу. Несмотря на слабые данные по потребительским ценам Канады, пара USDCAD завершила сессию снижением на 83 пункта, индекс потребительских цен вышел хуже прогнозов, это рост в мае на 0.4%, при прогнозе 0.5% в месячном выражении и рост на 1.5%, при прогнозе роста на 1.6%. На сегодняшних торгах гэп составил 35 пунктов вниз, пара может сформировать основывание в районе отметки 1.2820, на отскоке от которой можно возобновить покупки. Пара USDCAD продолжает нести потери, несмотря на то, что по итогам пятницы сессия завершилась в плюс на 1 пункт, на отметке 104.22. Позиция курса находится в нестабильном положении, которое чревато дальнейшим снижением. В первую очередь это связано с сужением спреда доходности американских и японских облигаций. Двухлетние бумаги в США в мае подешевели с долгосрочных минимумов до 1%, в настоящий момент пребывают в области 0.937%. Доходность по японским бумагам постепенно восстанавливается, составляя в настоящий момент минус 0.249%. Надеющиеся на стимулирование японской экономики были разочарованы последним соседанием Нацбанка на прошлой неделе. Теперь, сосредоточившись на цели в 100 йен за доллар, ниже которой участники рынка будут ждать интервенции от Банка Японии. Актуальная котировка пары 104.71, учитывая ослабление доллара на рынке и динамику курса доллар-иены в последние недели, можно сыграть на понижение пары при отскоке от отметки 105.10 до 103 йен за доллар и ниже. Сейчас предлагаю обратить внимание на динамику нефти марки Brent. Обстоятельства в Великобритании, а именно приостановка агитационных кампаний после смерти депутата, позволила владельцам рисковых активов взять паузу на пятничной сессии. Фиксация коротких позиций по Brent на фоне слухов о том, что референдум в Великобритании может быть перенесен, поспособствовала отскоку цены на дорогах в пятницу с минимумом 6 последних недель 46 долларов 90 рецента. В условиях высокой волатильности баррель Brent по итогам пятницы подорожал на 4,14%, завершив неделю на уровне 49 долларов 29 центов за баррель. Между тем, по мнению некоторых инвесторов, выход в Великобритании из Евросоюза приведет к значительной распродаже нефти, пошатнув позиции большинства рисковых активов. Однако до референдума мы ожидаем увидеть рост котировок до 50 долларов 60 центов за баррель и, вероятно, в ближайшие две сессии. Рост нефти в пятницу позитивно сказался на позициях российского рубля, который предыдущую сессию завершил ростом третий день подряд до отметки 64,78. Помимо нефти, поддержку рублю оказывает налоговый период, стартовавший в России на прошлой неделе. Пик фискального периода наступит на следующий понедельник, 27 июня, когда состоятся выплаты по НДС, акцизам и НДПИ. А на этой неделе, учитывая референдум Великобритании, а также отсутствие значительного количества экономических данных по США, рубль имеет шансы укрепиться в область 63,50-64, если нефть сохранит восходящую динамику. На сегодняшних торгах ожидаем тестирование отметки 64,20 за доллар США. Ну а на сегодня это все. Всех вас благодарю за внимание. Желаю всем успешных торговых решений на этой неделе. И до завтра.